Всем салют, с вами я Метатрон. Сегодня мы поговорим о КСВ-метре УКВ. КСВ-метр металлический корпус фирмы Redot. Максимальная мощность 120 Вт. Сейчас покажу все поближе. 120 Вт, питается от трех батарейчик. Серийный номер видим. Ну и, собственно, диапазон VHF и VHF. Как я уже и сказал, УКВ. Модель называется 1050А. У Redot разные бывают КСВ-метры. Этот с электронным дисплеем и для УКВ. Давайте разберем и посмотрим, что внутри. Задняя крышка на четырех винтах. Все металлическое. Переворачиваем, снимается крышка. Далее мы видим устройство КСВ-метра. Три батарейки подстроечные. Потенциометры. Ну и, в общем, что внутри, давайте покажу поближе. Выполнено все добротно. Лично я не могу ни к чему придраться за такую цену. Просто-напросто КСВ-метр для УКВ-диапазона стоит весьма-весьма недешево. От 300 долларов и выше в основном. Этот же стоит дешевле 100 долларов. Что очень-очень большой плюс, на мой взгляд. И как бюджетная модель он себя оправдывает более чем. Затем закрываем крышку. Значит, что на нем используют стен разъемы, вход и выход. Чтобы подключить радиостанцию с СМА, я буду использовать переходники. Переходник для антенны. Антенный выход. И переходник, который идет к радиостанции. Антенный выход должен быть как можно короче. И если будет антенный выход на таком гибком шнуре, то КСВ-показания будут совершенно непонятные вообще. Что такое КСВ-метр? Он измеряет коэффициент стоячей волны. Для чего это нужно? Но давайте вкратце, по-простому, объясню. Как обычно я делаю для начинающих радиолюбителей. Чем ближе к единице КСВ, тем антенна лучше настроена. Лучше настроена и лучше она делает что? Лучше передает всю мощность, которая идет на нее. И соответственно эффективнее. Возьмем для примера радиостанцию Пуксинг. ПИКС-2Р. Металлический корпус КСВ-метра должен имитировать радиостанцию. Но так как радиостанция носимая и антенка, соответственно, носимая, то корпус, на мой взгляд, нужно держать в руке. Для того, чтобы получить примерные показания КСВ, какие будут в реале в работе с радиостанцией. Также его держать, наверное, все-таки лучше, как радиостанцию, непосредственно когда вы говорите, то есть у рта. Тогда будут наиболее точные показания, как работает что. Ну что, здесь одна кнопка и несколько режимов. Давайте покажу. Включается простым нажатием, выключается, если удерживать более двух секунд. Далее по переменам на дисплей, вот так вот вам видно, меняются три типа показаний. Это выходная мощность, обратная мощность и, собственно, КСВ. Давайте поговорим, что такое выходная мощность. Здесь показано, сколько ватт выходит из радиостанции сюда вот в антенку. Включаем нашу радиостанцию. Первый пемьер. Радиостанция на первом пемьере должна выдавать около двух ватт. И давайте нажимаем. Вот видим. 1,44 ватта выходит. Далее обратная мощность. Это та мощность, которая не ушла, не рассеялась через антенну, а вернулась назад. 0,18 ватта. И, собственно, КСВ. 2,1. Ну, это я сейчас держу все это неудобно. Давайте вот возьму как радиостанцию. Как мне удобнее. Вот в правую руку. Теперь нажимаю на передачу. Вот КСВ 1,8. Ну, вот это уже реальные значения. То же самое и с мощностью можно повторить. Но мощность не меняется. 1,4, 1,5. Далее, что еще есть за функция? Есть функция подсветки у данного КСВ метра. Для этого нужно нажать на несколько секунд. По-моему, на 2 или на 1,5 кнопочку. И отпустить. Все. Функция подсветки работает. Так, ничего ж не видно вам, да? Вот, видите, да? Экран светится. Еще 2 секунды. Экран выключился. Снова 2 секунды. Отпустили. Экран светится. Пока не выключите. Ну и, собственно, выключается КСВ метр простым нажатием на кнопку и удержанием. Раз, два, три. Отпустили. Выключился. Насколько хватает батареек, я не знаю. Удобен ли КСВ метр? Ну, на мой взгляд, он очень удобен. Очень-очень удобен. Цена вообще вкусная. Могу ли я рекомендовать? Да, я могу его рекомендовать. Понравился ли он мне? Да, понравился. Будут ли тесты всевозможных антеннок? Да, будут. Будут, как появятся у меня разъемы дополнительные под различные антенны, так сразу же, сразу же тесты всех антенн на всех радиостанциях, которые у меня есть, которые будут, все будут проходить через КСВ метр. Отдельную благодарность хочется выразить Александру из Воронежа, который, собственно, и натолкнул на вот этот КСВ метр китайский. И очень вовремя натолкнул. Огромное тебе спасибо, Саня. Ну и привет всей радиорубке. На этом все. С вами был я, Метатрон. И КСВ метр Red Dot. Вот так вот еще раз. 10.50А. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео. Рассказывайте друзьям. Делайте добро просто так. Благодаря вам. Канал существует. До сих пор. Пока. Подписывайся на канал Метатрон. Оставь лайк. Не пропусти новые серии. Субтитры сделал DimaTorzok.